Здравствуйте, меня зовут Михаил Потапов, я являюсь младшим научным сотрудником музея Филицина, отдела истории, этнографии и природы. В данном видео хотелось бы записать небольшую лекцию, посвященную истории создания и вручения Ордена Победы. Орден Победы является Высшим Орденом Советского Союза и был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года вместе с Солдатским Орденом Славы. Однако образец был утвержден 18 августа 1944 года. Всего было 20 награждений и 17 кавалеров данного Ордена, трое из которых были удостоены награды дважды и один из которых был лишен награды посмертно. Идея о создании данного Ордена пришла к руководству страны в 1943 году после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Эта идея заключалась в том, чтобы создать такой Орден, который бы вручался членам высшего военного командного состава за успешное проведение спецопераций и действия, которые приближали Советский Союз к победе над гитлеровской Германией и ее союзникам. Первоначально награде предполагалось дать название за верность Родине. Однако данное решение не получило развития и Орден стал называться Орденом Победы. Одним из первых, кто предоставил эскизы и проект по созданию данного Ордена, стал Неселов. Это было в 1943 году, в июле месяце. Его проект не одобрили, после чего занялись дальнейшим поиском проектов и эскизов. После него следующим, кто представил свой проект, стал Александр Иванович Кузнецов, который на тот период уже был автором Ордена Отечественной войны. И, собственно, он 25 октября 1943 года предоставил свои эскизы лично Иосифу Виссарионовичу Сталину, после чего получил от него ряд рекомендаций и пожеланий на доработку данного проекта. После чего Александр Иванович Кузнецов видоизменил Орден до узнаваемого нам внешнего вида. Орден по-прежнему сохранял форму пятиконечной звезды, в центре которой находился медальон. Но оформление этого медальона, собственно, претерпело изменения. Вместо барельефов Сталина и Ленина было заменено на Спасскую башню вместе с Кремлевской стеной и Мавзолеем Ленина. Также на нем отображалась лента с надписью «Победа» и небо имело голубой цвет. Остальные же элементы были незначительно изменены. Поскольку для изготовления даже одного такого ордена требовалось достаточно огромное количество драгоценных металлов, таких как золото и платины, а также бриллиантов и рубинов, то изготовление данных наград было поручено не Монетному двору, а мастера Московской ювелирно-часовой фабрики. Это было уникальным событием, так как все предыдущие ордена были выполнены именно на Монетном дворе, а также они имели свой серийный номер. Первыми же кавалерами данного ордена стали советские главнокомандующие, такие как Георгий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский и Иосиф Виссарионович Сталин. Первую же такую награду они получили за освобождение правобережной Украины. Последующие же награды они удостоили в 1945 году за другие свои заслуги. Среди других же военных советских главнокомандующих, которые получили данный орден, можно назвать следующих. Это Иван Степанович Конев, Константин Константинович Рокоссовский, Родион Якович Малиновский, Федор Иванович Тавабухин, Леонид Александрович Говоров, Семен Константинович Тимошенко, Алексей Иннокентьевич Антонов, а также Кирилл Афанасьевич Мерецков. Остальные же кавалеры данного ордена принадлежали к зарубежным главнокомандующим, которые также своими действиями помогали Советскому Союзу в разгроме немецко-фашистских захватчиков гитлеровской Германии. Одним из таких можно назвать, к примеру, Дуайта Эйзенхаура, генерала армии США на тот период времени, Бернарта Монгомери, это фельдмаршал Соединенного Королевства, Михаил Первого, короля Румынии, Михаила Роля Жемерского, маршала Польши, Иосиф Аброс Кита, маршала Югославии. Также особое место среди кавалеров занимает Леонид Ильич Болежнев, который не входит ни в первую, ни в вторую категорию. Его, собственно, 20 февраля 1978 года представили к награде, к Ордену Победы. Однако, позже, 21 сентября 1989 году, произошло целое заседание по вопросу о том, чтобы лишить его данной награды, так как это не соответствует статуту Ордена, а именно то, что все те, кто были награждены данным Орденом, участвовали, собственно, в Великой Отечественной войне и так или иначе способствовали продвижению, разгрому гитлеровской Германии. Однако, были сторонники сохранения данного Ордена за Леонидом Ильичем Брежневым, так как их аргументация сводилась к тому, что были исключения, как и касательно этого Ордена, так и других, которые противоречили статуту. Но, однако, решение было неизменным, и Леонида Ильича Брежнева решили посмертно данной награды в 1989 году. Что касается дальнейшей судьбы врученных Орденов, то все, которые были вручены советским главнокомандующим, они находятся на территории Российской Федерации. Часть из них находится в Центральном музее вооруженных сил, часть из них находится в Гохране. Однако, в 2010 году 8 Орденов из Гохраны были переданы в экспозицию музеев Московского Кремля. Что касается наград военачальников зарубежных стран, то у них различная судьба. Например, награда Эйзенхауэра находится в мемориальной библиотеке 34-го президента США в его родном городе Абелин в штате Канзас. Орден же фельдмаршал Монгомель находится в Имперском военном музее в Лондоне, к примеру. А вот касательно ордена, врученного Михаилу Первому, судьба так и неизвестна, так как по одним из версий считается, что данный орден был продан Михаилу Первому за определенную сумму, или же был утерян. По другим сведениям, данный орден до сих пор хранится в родовом имении Михаил Первого в Швейцарии. Однако, судьба данного ордена неоднозначна и неясна. Также стоит отметить еще одну особенность ордена, это то, что у всех орденов были разные крепления. Все, которые были сделаны для советских главнокомандующих, они имели штифтовое крепление, для зарубежных главнокомандующих они имели именно булавчатое крепление, так как было заведено именно использователь ордена на булавках. И они делали специально на заказ. Что касается положения ордена в Российской Федерации, то однозначно данный орден больше не был создан и никто не был награжден. Однако, существует целое положение, которое было издано приказом ФСБ России от 31 марта 2008 года, о том, что данный орден можно использовать и носить на груди, на левой стороне, но по определенным условиям. Также хотелось бы отметить то, что в музее Фелицина также расположена копия данного ордена Победы, который можно найти на экспозиции, посвященной Кубани в годы Великой Отечественной войны. Спасибо за внимание.